Привет, бриллиантики очей моих! Добро пожаловать в новое видео! На связи Елена Панова. У нас сегодня классная тема для обсуждения и для многих она очень-очень актуальная. Поговорим о коже, но для начала я хотела поблагодарить вас за ваши вопросы и комментарии касательно марафона, который у нас в ближайшее время будет стартовать. Марафон, напоминаю, направлен на то, чтобы вы получили классный результат, при этом не тратили огромное количество времени на тренировки и не изнуряли себя мучительными диетами. Вопросы задавайте, комментарии обязательно пишите. Я на все вопросы буду постепенно отвечать, никого не оставим без внимания. И сейчас продолжим отвечать на некоторые из них. Елена, скажите, будет ли приз за лучший результат в марафоне, который вы собираетесь провести? Да, приз будет. И этот приз денежный. Мы за лучший результат будем возвращать те средства, которые вы заплатите за марафон. И даже больше скажу, мы увеличим эту сумму в два раза. То есть вы получите еще и вознаграждение денежное за участие в этом марафоне. Так что обязательно примите к сведению, как дополнительную мотивацию. Следующий вопрос. Елена, скажите, а будут ли скидки и акции? Можно назвать это как угодно. Скидкой, акцией мы предусмотрели в первые 24 часа с момента объявления старта продаж скидку 30% на участие в марафоне. Затем, спустя 24 часа, цена уже не будет меняться, но она будет на 30% выше. Обязательно следите за всеми анонсами, чтобы не упустить лучшее предложение по стоимости. И напомню по поводу денег. Если по какой-либо причине у вас сложная ситуация и вы не можете оплатить полную стоимость участия в марафоне, обязательно напишите мне лично. Мы постараемся решить эту проблему и сделать так, чтобы вы приняли участие в моем марафоне. Следующий вопрос. Будет ли марафон повторяться? В том виде, в котором мы сейчас запустим марафон, у нас повторений в 2023 году не запланировано. Поэтому обязательно воспользуйтесь шансом участвовать здесь и сейчас. Если вы видите это видео, смотрите, слушаете и каким-то образом на него попали, возможно, это реально для вас хороший знак, хороший шанс. Тем более, что марафон будет доступен практически всем. Поэтому пользуйтесь этой возможностью. Такого марафона в этом году больше не будет повторяться. Мои программы тренировок и питания доступны и просты и ни одного человека нет, кто бы участвовал в моих каких-то продуктах и не получил результат. В этой сфере я уже так или иначе работаю более 18 лет. Поэтому все продукты, которые я создаю, они пропущены через меня, через призму всего того опыта, который я за эти годы получила. Это экономит ваши деньги, экономит ваше время и аккумулирует лучшее, что я проходила за эти годы. Ну а теперь непосредственно к теме обвисшей кожи после и во время похудения. Красивое отражение, легкость, отличное самочувствие, самоуверенность. По идее, это то, что должно последовать в результате вашего похудения. То есть вы увидите в отражении классную фигуру, которая будет вас радовать. Но очень часто происходит так, что девушки и мужчины сталкиваются с неожиданными последствиями похудения, а именно обвисшей кожей. Многие просто пытаются скинуть вес очень быстро, но забывают, что набирают они его длительное время. В течение не только нескольких месяцев, но и многих лет этот лишний вес копится. Кожа таким образом растягивается, структуры кожные уже теряют свою способность обратно восстанавливаться быстро. Поэтому в результате похудения кожа не успевает адаптироваться. А если это похудение быстрое, то естественно кожа гораздо медленнее подстраивается и восстанавливает свои покровы. Однако бывает так, что человек длительное время носил лишний вес и этот вес был слишком большим. И кожа уже настолько растянута, что обратно, к сожалению, она уже не вернется в свое первоначальное состояние. Об этом нужно помнить и желательно это видео посмотреть до того, как вы набираете вес, потому что этот момент нужно учитывать. Представьте себе воздушный шар, который вы надули, и если вы его сразу же сдуете, шансов, что он вернет свою форму гораздо больше, чем если вы этот шарик продержите несколько суток надутым и затем сдуете. Вспоминайте, бывало ли у вас такое, что вы сдували шар и вы видели, каким он становится. Он уже не становится таким упругим, как когда вы его только-только надували. То же самое происходит и с кожей. Поэтому я искренне призываю всех не набирать много лишнего. И если вы чувствуете, что к вам килограммы эти прилипли, постараться сбросить их и опомниться, и начать сбрасывать как можно быстрее. Это очень важно, чтобы сохранить свою кожу красивой и упругой. Конечно же многое зависит еще и от генетики. То есть тот шарик, который вы надуваете, из какого материала он состоит. У всех людей наполнение этого материала разное. Есть люди, у которых кожа очень хорошо адаптируется ко всем изменениям. И в принципе даже после похудения с большого веса хорошо восстанавливается. Есть люди, у которых этот процесс, к сожалению, необратим. И в данном случае на помощь будет приходить аппаратная косметология. Ну и как более радикальный способ это пластическая хирургия. Еще раз призываю всех в качестве профилактики включать голову в свое сознание и не набирать много лишнего веса. Но даже если так произошло, в любом случае та польза здоровью, которую вы принесете, скинув лишний вес, перевешивает все негативные последствия с кожей, которые могут гипотетически произойти. Я надеюсь, что в вашем случае будет все отлично, что после похудения кожи через какое-то время хотя бы дайте ей полгода после похудения, чтобы посмотреть, как она адаптируется. И если уже спустя год-полтора никаких положительных изменений не происходит, то в таком случае, да, в таком случае уже нужно прибегать к более радикальным мерам. Еще одним немаловажным фактором, влияющим на способность кожи восстанавливаться, является ваш возраст. Учитывайте это. И чем вы старше, тем эта способность постепенно снижается. Поэтому я призываю вас, если вы сейчас понимаете, что вам необходимо скидывать лишние килограммы, делайте это прямо сейчас. Потому что с каждым прожитым днем шансы получить обвисшую кожу только возрастают. Чем вы моложе, тем более адаптивна кожа, тем быстрее идут регенерационные процессы внутри, тем больше шансов, что никаких последствий от похудения, негативных последствий вы не получите. Чем вы старше, тем эти шансы возрастают. Пожалуйста, не теряйте время и помните об этом. Берегите себя и свою кожу, заботитесь о ней. И помните, что только от вас зависит ваш внешний вид. Скрабы, крема, различные мази, обертывания, всевозможные средства, которые вы пытаетесь втирать, намазать и что-либо еще посыпать и так далее, бесполезны. Реально на вашу кожу влияют возраст, генетика и время, которое вы даете своему телу на восстановление. Конечно же, еще очень хорошим важным фактором является питание. Чем чище ваше питание, тем более здоровые структуры кожи и тем больше шансов ее восстановить. Поэтому марафон будет идеальным для вас, для того, чтобы сделать все возможное, чтобы вы были красотками. На этом тему с кожей я закрываю. И в следующем видео мы с вами обсудим, каким образом убирать торчащий низ живота. Пишите обязательно свои вопросы и комментарии, интересна ли вам эта тема, есть ли у вас такая проблемка. Обязательно раскрою все секреты, каким образом я подтягивала низ живота, потому что у меня тоже был этот момент. Уверена, что многим будет это полезно. Я жду вас в следующем видео. Пишите свои комментарии и вопросы по марафону. Обязательно всем отвечу. И до встречи. Пока-пока.